Теперь следующий вопрос. У женщины отошли годы на сроке 7 месяцев. Она прибыла в районную больницу генетического отделения, а не в роддом. Родовой деятельности схваток не было. После 6 суток безводного периода врачами решила сделать стимуляцию с ожидания мёртвого плода. После двух стимуляций родилась живая девочка с весом 1200. Состояние ребёнка тяжёлый. Месяц пролежала в инкубаторе. Прошло уже 30 лет. Девочка здоровая, без хронических и физических заболеваний. Задержек в развитии нет. Росла, как и обычные дети. Вопрос, как выжила ребёнок в безводном периоде 6 суток, какие ресурсы? Дело в том, что многие ошибочно думают, что когда идёт надрыв плодных оболочек, то выходят все воды. Даже в родах, когда начинается родовая деятельность, часто женщины поступают именно с тем, что отошли воды. Но обычно в родах, когда вставляется головка, отходит только часть вод, которая перед головкой и родовыми путями. А задняя часть вод остаётся всё-таки. Поэтому во время родов, потом уже после рождения ребёнка, выделяется дополнительно вот эта остальная часть вод. Скажем, при преждевременных родах, при преждевременных... Зависит от того, или скажем, даже не просто при преждевременном, а преждевременный разрыв плодных оболочек, зависит от того, насколько большой разрыв. То есть если это небольшой разрыв, количество вод всё-таки может уменьшаться постепенно. Это раз. Во-вторых, ребёнок живой, он функционирует. Воды производятся ребёнком, это его моча. То есть ребёнок продолжает функционировать. И при нормальной функции ребёнка воды постоянно как бы восстанавливаются. Но, конечно же, они могут не восстанавливаться до начального объёма, то есть до того, как был. Ещё интересный один момент, что иногда вот эти надрывы, они затягиваются. То есть если надрыв небольшой, может пройти заживление. Сейчас, например, начали использовать тактику накладывания специального вещества, как бы латки, которые как бы закрывают разрыв. Есть такая технология, её начали изучать, что помогает выносить, скажем, беременность, если надрыв плодных оболочек небольшой, и, скажем, беременность такого срока, когда ребёнок ещё не выжил, или уровень вживаемости у него низкий. В данном случае, когда женщина поступила с надрывом плодных оболочек, если, конечно, ей назначили антибиотики для профилактики инфицирования плодных оболочек и самого плода, ну и, конечно же, матки, если наблюдение велось правильно, то, конечно же, какой-то особой опасности для ребёнка не было. 30 лет назад не было УЗИ, поэтому, конечно, они не могли сказать о состоянии плода, жив он или мёртвый. Возможно, они правильно выслушивали, поэтому почему ожидали мёртвый плод, я не знаю, но такое явление всё-таки случается в практике врачей и сейчас. То есть иногда надрыв, вот, происходит, и женщина донашивает беременность и рожает и через 3 недели, и через месяц, и через 2 месяца, то есть такое бывает. Повторю, ещё раз, всё зависит от того, ведь как произошёл разрыв, то есть большой, небольшой, какое количество вод вышло, и какой осталось, насколько компенсируется потеря вот этих околоплодных вод. Так что, в принципе, это не какой-то необычный случай, это такие случаи случаются в кушерстве. То есть часто, и объяснить выживаемость ребёнка можно тем, что всё-таки далеко не все воды вышли, и ребёнок мог вот эту неделю функционировать и развиваться полноценно дальше.